Насколько наша судьба предопределена? Обладает ли человек свободной волей? Вот я говорил, возьмите таракана в комнате и поставьте в угол, закупорьте комнату и поставьте в угол тарелочку со сладкой водой. И попробуйте доказать, что он туда не подойдет. Он подойдет в любом случае. Так вот, у него есть свобода воли? Есть, он бегает куда захочет. Но мы знаем, что он туда прибежит. Так вот, так же и у нас. Мы бегаем, как хотим, но наш путь выстроен, он уже внутри нас, нашими желаниями, нашим внутренним эмоциональным состоянием. А у нас есть еще наши эмоции, которые сверхглубинные. Вот они именно и нас ведут туда или сюда. Они определяют нашу судьбу и будущее в конечном счете болезни. И когда я смотрел пациента, я говорил, с вами будет через год, через два то-то и то-то, и они приходили, говорят, все исполнилось. Я удивлялся, потому что как-то включаешь видение и видишь, что с ним происходит. Оказывается, я видел не будущее, я видел его чувства. И вот какие у тебя чувства, такое у тебя будет будущее. И тогда я понял, что будущее можно изменить, если меняется характер человека, его эмоции, его восприятие мира. И вот с этого начались мои уже серьезные реальные изменения и исследования.